обычный капустный салат быстрый своими руками и так нам понадобится капуста лимон либо лимонный сак масло желательно нерафинированное я люблю подсолнечное кубанское не кубанское неважно главное не рафинированное такое темное конечно желательно изобрести машину времени слетать советский союз и купить масло в обычном продуктовом магазине разливное такое было темное как не знаю как карамель какая-то или что темное густое но такого масла больше нет так что вот такое и конечно же соль обычная соль данном случае экстра ну конечно нож там прочее нож и вот такая капуста здесь она значит магазинная там внутри она чистая свежая эти листы магазинные которые неизвестно где валялась естественно мы их снимем первые листы и вообще это можно в магазине делать незачем покупать но раз уж с листами я купил то ладно с листами лишь капусту с грязными листами будешь жить с глистами народная шутка так ну значит что вот чистые листы пошли принципе мыть наверно не обязательно но в общем если боишься подхватить какой-нибудь грязь можно в принципе этот салат чуть-чуть микроволновки обработать до такого состояния чтобы он весь был теплым этого думаю будет достаточно микроволновка убивает микробах снимаем листья вот вот у меня идеальный более менее более менее идеальный так как я готовлю его скажем ну на показ так то я вот с этими прожилками вместе его рублю рублю люблю 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 можно по старинке вот так нашинковать но я же показываю опять же идеальный салат как это делается идеально нужно делать быстрее можно камни камера мешает просто как будто ты вот стоишь смотришь я тебя стою за спиной тебе так слегка приобнял коснувшись слегка своим телом своим дыханием так листья обманчив кажется что их мало но на шинку выше будет довольно много поскольку мы это все не жарим да что же с тобой не так поскольку мы их не жарим то они не ужмутся вот эти вот эти прожилки можно засолить как ты засолить как ты засоливаешь ну что-то там засоливаешь не джинсы а ну огурчики например засоливаешь точно также вот эти прожилки засоливаешь отличные вкусные хрустящие так хватит этого давай еще чуть-чуть это просто чтобы показать как это делается вчера полкачана съел таким образом особенно актуально для тех кто желает похудеть то есть ты ешь а калорий не набираешь это всего лишь капуста сам калорий примерно столько сколько уходит на ее переработку желудочно-кишечный тракт печень и прочее пищеварительная вся система затрагивает затрачивать затрачивает довольно много энергии виде килокалорий естественно ну и сама процесс желания этого всего тем более что это переваривается не очень хорошо а более-менее с трудом уже так можно есть вкуснятина зачем покупать китайский салат это вкуснее кстати в капусте было качаны огромный набор витаминов и причем все витамины самые нужные важные основные так ну что давай как-нибудь это все пошинкуем и у нас листик побольше сверху его положим это все как мейт но тем не менее то есть срочная работа но тем не менее постараемся делать покрасивее вот такого сжимаем ничего там постыдного нет ну давай нож конечно по 3 должен быть я режу потом ты как хочешь все так сказать на любителя ну и да ты ешь капусту тебе кажется что ты ешь желудок забит тем не менее тем не менее получаешь витамины пользу и клетчатку то есть желудочно-кишечный тракт работает для него это как фитнес вот это вот штука для него как фитнес понимаешь то есть ему это полезно нужно особенно если ты бич пакетами увлекаешься вот смотрел такую вот маленькую тарелочку не немножко о видишь опять я не угадал всегда кажется что капусты мало на самом деле и окажется в конце концов много так забыл посолить давай посолим где-то там под низ посолим можно соевым соусом но мне нравится что капуста сам салат он такой беленький приятненький такой прямо стерильный как в аптеке как в поликлинике как больнице вот такая чистота и стерильность если его полить соевым соусом то он будет некрасивый лист то он будет не таким симпатичным у нас то есть потемнеет чем-то не очень красиво не эстетично так скажем а можно просто соль развести с водой просто в воде размешать хорошенечко и полить соленой водичкой дальше лимонный сок лимон принципе тут точно такой же продается в магните и я не вижу разницы ну если верить тому что написано на упаковке то это натуральный лимонный сок и вроде как не у нас его делают соответственно есть такие страны где лимоны пропадают их просто выкидывают закапывают на удобрение они уходят то есть там лимоны не стоит ничего и поэтому нет смысла и подделывать берут просто лимонный сок добавляют туда кинг консерванты чтобы он не протух там скорбинку еще чем что-то в общем добавляют и вот так вот продают принципе тот же самый лимонный сок просто удобный и я поливаю нещадно я любитель кислятины обожаю кислятину все кислые обожаю поэтому я сильно поливают и поливая на свой вкус ну или к лимонам просто соком ну вот самый тяжелейший этап это превратить ее капусту как можно сильнее ее раздолбать там как раз сейчас это не наверно не ферментация но в общем идет некое смешивание капустного сока лимонным соком и сока и солью соль и также помогает вытягивать влагу в принципе на дно миски можно было тоже чуть-чуть посолить на миске легкий и не создать из соли и если ты не торопишься и нужно таком виде вот оставить в холодильнике не очень холодном холодильнике и она еще дойдет она еще даст сок благодаря соли но в принципе все готово чтобы вкус был примерно такой как будто она ночь простояла холодильнике тут так скажем сделать ее более такой вялой а менее хрустящий и более такой подходящий им более ну не сказал бы что более вкусный ну немножко изменить вкус можно если ее совсем не нам ненадолго поставить микроволновку скажем на минуту потом чуть-чуть вот так повертеть и еще может на полминуты чтобы она вся прогрелась тогда она станет мягче более такой мягкой ну все последний этап добавляем масло там осадочек осадочек хотелось бы чтобы попал больше осадочка наш в мой салатик капуста она как огурцы она не очень впитывает масло масло просто ее обволакивает прилипает к ней примерно в таком виде она дойдет до желчи ну до того места где впрыскивается желчи то есть масло и сбережет желудочного сока она будет в общем благодаря маслу будет очень долго перевариваться она сама по себе довольно долго переваривается благодаря маслу будут еще дольше перевариваться маслом вот не знаю все на глаз как-то не получается у меня с маслом либо его слишком много либо слишком мало ну потому что это капуста на но как правило седает вниз и там торчит внизу если ставишь скажем на ночь доставляешь то можно вот так вот сахаром посыпать как вот сейчас я соли посыплю буквально так чуть-чуть перед тем как подавать на стол слегка вот этот сахар который сверху посыпан блок немножко вот так повалять покрутить ну все что сказать твое здоровье скульские палочки такие восхитительно можно еще с черным хлебом можно так без хлеба но я не знаю конечно вкусу всех разные это просто фантастично болен я даже не знаю если сравнивать с мясом мясо это тоже вкусно но и это вкусно если бы был вариант жить вообще без мяса благодаря таким салатом я думаю жил бы как-нибудь прожил бы ну все давай приятного аппетита приготовь и напиши как понравилось или нет просто интересно это нравится только мне или может есть такие же любители но думаю у меня вкус не оригинально не особенный мне дико нравится этот вкус но думаю тебе тоже понравится пока